Так, ну на убежке здесь вообще по сути все должно быть супер-пупер вообще интересно, потому что Икс Фреш ее умеет играть, когда Паутик с ними играл, Лео и так далее. Я думаю, все это передалось команде Икс Фреша нынешнего состава в любом случае. Но вот и СВЛД тоже, кстати, на них довольно неплохи. И займут ли они вот эту вот нишу победителя вот этого матча, либо же это будет команда Икс Фреш, которая выйдет в финал второго этапа, где их ждут опять же команда Five Elements. Этот гранд-финал Best of 5 состоится, скорее всего, не скорее всего даже, а в среду. Поэтому, ребят, в среду обязательно всем быть на финале вот этого замечательного ивента. И уже совсем очень скоро, очень-очень-очень скоро мы узнаем 4 команды, которые поедут в Москву 21 апреля сражаться за право представлять наш Триколор на международном чемпионате по Пойн-Бланку в Бразилии, Сан-Паулу, который тоже создаётся там 20 мая, по-моему. Вот, и там, ах, интересно будет уж очень, знаешь, мне прям не то, что больше интерес, кто поедет в Бразилию, а мне вот больше интересна та четвёрка команд, которые поедут на эти Ланну. Вот это прям очень интересно. Согласен, согласен полностью. Но мы уже с тобой сегодня об этом говорили, то, что мы с тобой предполагаем, да, то, что это игроки Ауэкзеева и Виктес, но вот ещё двоечка, кто же это будет? Да, полноценная четвёрка пока что, так скажем, в тени, в тени загадочности какой-то у нас, но, тем не менее, это тёмная мантия скоро будет снята. Ну и что ж, ДжСК там, кстати, в миде уже вылетает, в Афлесс уже есть от него Эдри фраг, ну там Дэниэль и Скалалат мы всё-таки разобрались неплохо, Питонях погибает, на стене ёлка также падает, и быстрый раунд на самом деле был очень неплохим решением, и действительно там чуть-чуть не прокнуло ребятам из X-Fresh, чтобы этот раунд зашёл. Ну вот, всё-таки, молодцы Свалда, что всё-таки проявили бдительность и реакцию на такой поворот событий, и Гранд Гес остаётся один против четверых. Внимание, ключ, никнейм Джеллэскей, дорогие друзья, ну и посмотрим, как он сейчас всё-таки поведёт себя, пока что будет довольно тяжело вообще обойти четверых своих соперников. Да, ему отдали полностью бомбсайт, но как только он его установит, он просто даст отмашку своим соперникам, ну и в соответствии его будут зажимать абсолютно по всем фронтам. Гранд умеет стрелять, у него хорошо всё со стрельбой. Всё, я тоже поплыл. Ты не один такой, Герман. С четением соперником, но тем не менее пока что здесь точной информации нет. Есть инфа о том, что под апплейнтом как минимум 2-3 находятся. И вот он как раз-таки к ним идёт в ловушку, и если будет выходить через коннектор, мне кажется, Даниэль вытрясет из него весь холсбар. Ну, поехали, Гранд. Времени всё меньше и меньше, но здесь, наверное, больше тим толк, если просто попытка втащить клатч от Гранда. Ну, слушай, по Даниэлю, если поработать с детальным исходом, то вообще будет нормально, там по ножкам как-то можно... Да, будет начекать сейчас, но там уже и ЭТИОЛ, и ЭТИОЛ тоже получает по голове. Ой-ой-ой. Ну, там хорошо, что стомат был, поэтому Даниэль, я думаю, там лишний раз перекрестился, и всё-таки первый раунд от Стронгвайлдов имеется. Но, тем не менее, выход под Лонг был действительно законтрен очень неплохо, но, опять же, вот если игроки команды Стронгвайлд будут позволять своим соперникам в подобных моментах разгуливаться, то, мне кажется, это для них может обернуться не самой приятной стороной, и опять-таки каешка здесь залетает под Кайло, довольно неплохая, Даниэль моментальный размен, и выход на длину продолжается, там Куза и Ёлка пытаются вести перестрелку против Даниэля и коллапсом, но пока что Даниэль занимает позиции упора, коллапс вообще, наоборот, отходит под машину, и АТЛ будет закрывать выход через мидл, но там GSK находится с А-93, и кто же окажется из ласкеров сильнее? Ну, а здесь в это время Грант забирает у нас на коннекторе коллапса, оборону в меньшинстве, GSK забирает ещё и АТЛ, и Даниэль со Стомбтом по разные стороны баррикад, но и на них сейчас будут выходить со всех трёх сторон, да, есть минус, конечно, по Гранту, коннектор убили, но для Стомбта, я думаю, это всё равно не самое приятное новое, что он остаётся 1 в 3, и ему придётся тащить клатч на поставленной бомбе в Апленту. Но как же он будет его тащить, пока что неизвестно. Открываться на мидл, но я уже говорил, то что к этой позиции очень скептически отношусь, и она просто, ну, точка смерти, опять же, та же, особенно когда вы играете не 1 на 1, а 1 против троих, ну и там Ёлка спокойно с бомбсайта разбирается со своим соперником. Да, в предыдущем раунде немного моргнули, да, немного не справились со стрельбой игроки команды X-Fresh, но, тем не менее, повторяют этот же раунд, и он заходит. Да, ну и, возможно, мы ещё один такой же длительный раунд увидим. Пошли прокиды сразу под коннектор у нас, ну и вот здесь Дэниль уже от этой хаешки просто убегает. Ну и здесь выход под мидл, возможно, будет, где ATL с уашками должен будет принимать пробег по мосту, и посмотрим, насколько хорошо он это сделает. Ну там уже Смедаеву накаляет JLSK, и ATL принимает более сайвовую позицию, как раз-таки JLSK на него с моста уже забатился. Ну и выход под коннектор пошёл уже. Ну теперь самое главное здесь не моргнуть Дэниэля, но пока что пропускает здесь JLSK, вместе с питаньяком неплохие минусы, а в том, это отличный сейв, просто браво вместе с ATL-ом. Отыгрывают на ура, но здесь Куза пытается навести ещё шороху под аплейнтом, но насколько удачно, пока что неизвестно. 40% хелсбара выходит на перестрелку против двух стволов, но и ATL оказался сильнее. 2-1 всё-таки загорается, и пока что мы наблюдаем с вами качели. Игроки команды Strongwell должны отрываться здесь от своего соперника по максимуму, по первой половине. Хотя вот мы уже говорили, что на убежище, мне кажется, обе стороны вполне играли. Согласен, согласен. Да, но всё-таки, знаешь, какой-то перевес на стороне атаки вот небольшой вот имеется. Как мне кажется, ну, это мои личные ощущения от игры на этой карте, но всё-таки игроки из раз в раз доказывают абсолютно разные. То есть факты, да, что кому-то проще играть в атаке, кому-то в обороне. Вообще это во многом зависит именно от стиля команды. Ну и вот здесь Дэниль. Ошибается на длине, причём дважды. Первый раз, когда его Кайл подсейвил, когда тот с ножом бежал. Второй раз уже просто пошёл дальше зачем-то пушить, к чему, собственно говоря, его никто не принуждал и оставляет команду 2 в 4. Тем более, что на б-пункте уже находятся 3 игрока команды X-Fresh и вот четвёртый кузовик даже подтягивается. Ну и 2 в 4 будет очень тяжело сейчас выбить. Но парни направляются через пески и в любом случае это будет прочитано. Там уже GSK готовится принимать с УА-93. Но если не он, так сразу же GLSK разменяется и там куза через мидл подтянется. Но GSK должен здесь наносить довольно приличное количество урона. Ну просто префами лупит и поставил пачку своему сопернику и второго просто в тушу раздамажил. 2-2 имеется на табло и пока что на равных ребята у нас работают. Но вот, кстати, насчёт того, что ты отметил, немного в атаке, да, есть вот такой небольшой дисбаланс. Это как в деловой центр, да? Да, да, я согласен с тобой. Хороший хаешка на аркаду. Сразу же кладётся в исполнение Гранта. Здесь как раз-таки тело и пытался его пропушить. Но там, к сожалению, для него ничего не получилось. Но второе дыхание в атаке его открывается. А вот GLSK оказался попроворнее в этой ситуации. Там поджим от Дэнили будет или нет. Я всё-таки вот смотрю, он постоянно пытается пикнуть сюда. Ну а здесь GSK его, в принципе, должен ждать. Ой, какой тайминг неприятный. GSK погибает, не в спину будет выходить. Там Грант тоже, в принципе, под угрозой смерти в этом раунде. Но 3 в 4, атака в меньшинстве, но, тем не менее, выход есть из этой ситуации. Но там Даниэль пока что может давать информацию, что коннектора нету, длины никого нету. Надо укреплять именно позиции бессайта, но там укреплять, в принципе, уже нечего. Их прорвали полностью. Ёлка принимает, опять же, выход вверх песков. Но там пока что Кайл отыгрывает. Но он был в тупике и всё-таки принимает решение уйти на мидл. Почему Даниэль опять действует один? Находит один минус, погибает GLSK. Но далее Фитонях разменивается. Выход через шорт будет от коллапса. Здесь же Кайл должен подтягиваться. Ну, от Кайла прокиды полетели, причём неплохие, под ёлку. Но эта Каешка всё-таки была заврежена. И Кайл находит минус по ёлке, а там ещё и Фитонях. Ну, у Фитоняха здесь довольно неплохая позиционка. Есть первый минус и второй. Отлично. Фиту, да, здесь Рамз Мансил нормально. В какой-то момент времени показалось, что Фиту будет убегать куда-то в сейв, скорее всего. Ну, там сразу его побежал в сторону оббегать игрок команды Strong Wild, которого он в спину удачно, в принципе, довольно запушил. Ну, и второго просто уже на классе переиграл. Ну, что, это 3-2. 3-2 польза атаки, X-Fresh выходит вперёд. И сколько же всё-таки моральных сил отнимает эта встреча у них. И вот это ожидание длиной в час. Подкосило тоже X-Fresh. На первой карте мы это прекрасно видели. Но на металле проснулись ребята. И здесь ощущение, что абсолютно новое дыхание у них. Согласен, согласен с тобой полностью. Ну, что, куда же X-Fresh и направятся на данный момент? Хаешки полетели под апплейнт, но эти хаешки просто в никуда отправляются. У коллапса 25 кп остаётся после встречи на ланге. Но здесь от ёлки очередной опен-фрак погибает. Сомет надо укреплять срочно позиции именно B-плейнта. Там остался один ATL. Кайл уже перетягивается. Фитонях врывается через мидл. Но здесь Кайл, как он меняет позиции. Просто безупречные тайминги для фитов. Но, тем не менее, фита оказался сильнее. Отмели ATL-размены. Но там Фитонях не отпускает их тела никакую. Ну и вот коллапс погибает на коннекторе. Что говорит команде X-Fresh о том, что апплейнт абсолютно пустой. Потому что ATL последний на B-плейнту. У нас эта ситуация один в три. И пауза в исполнении Strong Wild. Ну там в спину сейчас просто его расстреляет Куза. Куза не дострелял. Не дострелял, за что и поплатился своим хелсбаром. Ну и теперь JSK вдвоем вместе с Фитоняха будут играть. Бомба, соответственно, поставлена по длину. JSK будет играть в упор до Талова. Ну и, соответственно, очень много времени должен здесь выигрывать. Ну что, ATL найдет он вообще G... Да, нашел, отлично. И пошел на дефьюз. Да ладно, а его с длины-то не видно. О, ну пацаны приплыли. Отлично, сейчас бы бомбы неправильно поставить. Но мы выбываем с вами в лобби. На данный момент пауза. Будет от команды Strong Wild. Хорошо. И это 3-3 и тащит раунд ATL 1-3. Да ладно. Ну там вот просто мелочь, казалось бы, да, вот бомба. Вроде поставили замечательно, но вот ты по сантиметрам ее не так поставь. Все, там из-за текстурки не видно, слонга не отстреливаешь. Все, это проблемы. И слонга не успеешь прибежать. И это самое обидное. Я, кстати, бомбу не слышал. Что она дефится? Именно со стороны игрока команды X-Fresh. Не знаю, я очень сильно укрутил звуки, потому что у меня какой-то дисбаланс есть, как я слышу тебя и как слышу игру. И поэтому я особо внимания не обращаю вообще на слух дифьюза. Вообще, я, знаешь, такой далеко не профессиональный игрок. Вот сколько я пытался играть и в свое время еще в CS, и сколько я пытался играть в Point Blank, я никогда не слушал. Вообще никогда. Вот я никогда не мог определиться со слухом, типа, откуда он идет. Я вот слышу то, что топот какой-то есть. А откуда он идет? Куда? Зачем? Что вообще? Я никогда этого не понимал. Я просто для себя вымерял тайминги. Я даже, допустим, если ставил бомбу, я ее не слушал. У меня был определенный тайминг, через который я постоянно ее чекал. Есть там соперник, нет там соперника. Это вот прям постоянно у меня такое было. Я тогда же арену играл и причем тащил в свое время. Но, конечно, не так, чтобы играть в более высших дивизионах. Но рядовые турики, там битва... О, битва профессионала, хотим сказать. Тогда еще ее не было. Боевые будни и так далее. Вот там пытался. Но как-то безуспешно, да? Ну, да, дело даже, наверное, не то, что безуспешно. Я, возможно, просто не хотел прилагать именно к этому столько усилий, чтобы вот именно стать киберспортсменом. Я играл в свое удовольствие. Мне было, ну, приятно, то, что я там где-то на турики такой крутой, показал себя. Но в основном в то время у меня все время занимала учеба. А сейчас сколько время занимала? Ноль, сейчас. Ты, кстати, вообще не ходишь, да? Да, ну, все, типа... Все, вся моя жизнь это поинт-бланк. Так, ладно, мы это, кстати, потом поговорим. Я, кстати, хотел тебе этот вопрос задать, но я как-то про него постоянно забывал. Ладно, пока что у нас 3-3 на табло. Есть поджим от ITL Ланга. И там уже у Куза большие проблемы с Калсбаром, но размен должен быть от GSK, да, который состоялся от Фитоняхи. Еще минус по Даниэлю. Ну и вот Стомат пошел дальше еще одного пушить. А в это время елка закрывает коллапс на Б-пленту, что позволяет команде X-Rash поставить Б-плент абсолютно беспрепятственно, где Кайл и Стомат уже побегут вдвоем, ну и попробуют заретейкать этот раунд. Но это будет сделать тяжело. Там и GSK уже принимает на миду неплохой выпад под Кайла. Стомат моментально разменялся, но и ситуация 3 в 1 на данный момент. Стомат попытается сыграть через шорт, но тем не менее там Фитоняхи уже с уашками в упоре. Навряд ли здесь вообще как-то Стомат сможет выйти. Нет, ну конечно может префайром пойти, но этого недостаточно. И там просто прострел уже был от GSK через дверь. Ну и в соответствии GSK выходит отсюда победителем для своей команды. Ну и в соответствии X-Fresh 4-3. Да, но опять же еще один раунд, возможно, по длину и коннектор будет исполнен командой X-Fresh. А там Дэниэль пошел пушить, 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 пушить. И граната Артема Гелева его находит быстрее, нежели Дэниэль увидел своих соперников. Ну, посмотрим. Выход под бэйплент готовится. Здесь триггер, коллапс где-то заложил. У нас ATL опять же играет очень агрессивно. Его как раз-таки GSK за это и наказывает. Ну вот триггер от коллапса сыграл свою мощь, но ситуация опять 4-2, я что-то не понимаю. У команды S-Wild не задается пока что катка. Но здесь, мне кажется, S-Wild вообще немного потеряли свою нить игры, когда стали отдавать раунды еще на Металне. Мне кажется, парни начинают немного нервничать. И да, конечно, у них есть моральный игрок, да, лидер это ATL, который их направляет постоянно, наставляет, пытается всю агрессию направить в нужное русло. Но тем не менее, видать, пока что у Максима не самым лучшим образом это получается. Ну, посмотрим, что будет далее. Пока что это только первая половина. Конечно, отдать первую половину с крушительным счетом сопернику неприятно, но со счета 6-3 комбейтить тоже можно. Так, поджима на коннектор нет от Дэниэля. Это значит, что, в принципе, команда S-Wild перетягивается под такой уже более-менее оборонительный стиль диффенса. Сейчас более закрытый, я бы даже сказал. Ну и посмотрим, выход под Б-плент от Ёлки, GLSK, будет ATL непосредственно в пленту, коллапс у нас в секрет-руме. Ну, а посмотрим, куда же Ёлка. Ёлка пока что один, он такой роль байтера, наверное, роль открывающего, попытается сейчас себя снова реализовать. В предыдущем раунде у него это получилось довольно неплохо, но получится ли в этот раз, а там Фитонях уже под мидл подходит, и он слышит игрока на песках. Кайл минус, походу. Да, но Кайл его просто не контрил, соответственно, здесь от Фитоняха есть минус. ИТЛ принимает решение про Аркадий боковую. Опять там, вообще-то. Что такое? Что такое? Я тебя обрываю. Я тебя обрываю на полдец. Что происходит с командой Старо Квайл? Но я уже говорил, что да, они, скорее всего, тильтуют. Просто уже начинают вернуть, тильтовать. Это не та стрельба, которую они могут показывать. Ну вот мы выбываем с вами в лобби. Первая половина закончена, да, и... Три раунда преимущества на табло для Икс Фрешей. Икс Фрешей сейчас просто четыре раунда обязаны будут дожимать. У них все хорошо, и счет отличный. Задел по первой половине устроили, соперников тильт погрузили. Все замечательно. Но если сейчас Икс Фрешей дадут закомбетчить, я тогда вообще ничего не понимаю, что происходит в этом матче. Я тогда вообще не понимаю, что я здесь делаю. Так, ну, три раунда преимущества в Икс Фрешей, это нормально. Нет, слушай, я не удивлюсь, если команда Строгуэлд закомбетчит. В принципе, это, наверное, даже лично моя оценка ситуации, что это наиболее пока что прогнозируемый исход второй половины на какой-то промежуток времени, ну, условно, там, да, до девятого, до восьмого раунда, что они, в принципе, где-то сойдутся. Плюс-минус там 6-7, 7-6, 7-7 и так далее, что, в принципе, нагоняй где-то будет. Ну, 8-8. А там уже будут расходиться в разные стороны. Кто-то видит, кто-то проиграет. Но допов, мне кажется, здесь точно не будет. Игра не выглядит предрекающей. К дополнительным раундам. Ну, и здесь пошли первые прогрены от X-Fresh. И оборонительные действия у них очень агрессивные. И вот от Фитоняки есть Аркад на коннекторе. И от GSK также Шарда прожим. И уже есть два фрага. Отлично. Коллапс Кайл и Стомас остаются втроем против пятерых своих соперников. Выход имеется у нас по боковой. Далее пытаются стреляться с Секретрумом, где отыгрывает Куза на данный момент. Железки навряд ли будет вмешиваться в эту перестрелку. Он должен будет закрывать как раз-таки спину своему тиммейту. Но, тем не менее, уходит с Шарда и будет закрывать выход под бомб-сайт с окна. Но там коллапс потихоньку пытается пройти. Но, тем не менее, у Кузы есть по нему информация. Стомат, неплохая пачка. Ну, и теперь коллапс зайдет через окно или нет. Зачекает он там в GSK или нет. Пока что огромный вопрос. Но очень затягивает. Там уже и Фитоняк на песках, и GLSK на Шарде. А вот Фитоняк услышит. Но Фитоняк вообще не тому, по которому бы стрелял. Он хотел поставить голову, и остается коллапс у нас в соло. И, похоже, это первый раунд на обороне для команды X-Fresh. Это 7-3. X-Fresh, брат, знаешь, как Феникс, восставший из пекла. Ну, молодцы. Молодцы, безусловно. Исгалятор мне в нос. Поехали смотреть на длине ATL. Нет, не на длине. Это будет все-таки выход коннектора ATL и KL. Но там же Даниэль у нас находится. Аркада от Фитоняка была немного непродумана. Но и здесь Даниэль его ликвидирует моментально. Благо, Ёлка успела дойти. При этом нет, потеряв своего холкбара. Ну-ка, через коннектор от ATL. Очень и очень уверенный. 3 в 2 ситуация. Вполне могут сейчас забирать этот раунд. Игроки команды Strong Wild, но главное не пятиться. Ну, могли, могли дожимать вполне. Но они поняли то, что соперник уже перетянулся. И уходят обратно на B-Plane. Но это надо делать очень быстро. Надо его занимать сразу же и ставить фугас. Да, вот, кстати, я не понимаю, почему коллапс именно так долго на шифте шел. Потому что вроде должна была быть информация от его тиммейтов, что 2 игрока на A. И это 2 последних игрока. И коллапс должен был там вполне достаточно просто нажать, ставить плэн. Так, стоп. Чуть-чуть совсем не дожал по нему JSK. И тем временем коллапс находит размен с B-Plane по нему. 7-4. Снова отставание в 3 раунда у S-Wild перед X-Fresh. Ну, не знаю, возможно, этот раунд позволит еще немножко сократить дистанцию между командами. А возможно, наоборот, ее увеличит. Но здесь опять же полетели прокиды на выход ланга сразу же. Но сейчас как-то игроки команды Strong Wild более группируются под B-Plane. И там уже ATL находится. Он находит минус по Куза. Но также JSK ликвидировал Даниэля. Потеряли UA. И это огромный минус для атаки на данный момент. Аркады на мидл. Но здесь Кайл и ATL просто разносят своего соперника. Джиллоски открывается на песках. Также получает по себе приличную порцию дамага. И елка 1 в 3. Я так понимаю, по нему есть инфаркт, что это шорт. Но и будут закрывать. Хаешка. Хорошая от Артема. Просто пилигранная. Белиссимо, белиссимо Артем. Но ладно, это в принципе... Колбасные обрезки. Ничего страшного там нет. Так что ладно. Коллапс находит еще один фраг. Это 7-5. Слушай, ну вот коллапс сейчас включается очень хорошо вместе с ATL в эту игру. Кайла немножко не хватает, как по мне, на протяжении вот этого матча. Максиму надо тоже включиться. Заставиться. Согласен, согласен с тобой полностью, Герман. Но если сейчас эти игроки будут задавать опять же ритм игры своей команде, я думаю, далее их хватит с тиммейтами, и все будет замечательно. Но здесь Экспреши принимает решение пойти на аркаду Медана. Ходят минус по Даниэлю. Опять же, Даниэль выпадает вообще полностью из игры. Сейчас для своей команды. Аплейнт открыт полностью. Открыт для команды Стронквайлд. Закадите, забирайте. Ну и ATL сейчас выйдет застер. Здорово, пацаны. Ну и как-то уже сами начинают терять эту нить игры Иксфреши. Я думаю, сейчас будет пауза. А после этого раунда, если команда Иксфреш этот раунд проиграет, нужно им, наверное, скорее... Бомба была установлена. Комментаторишка тоже мне. Ладно. Здесь просто команде Иксфреш нужно перевести дыхание. Сейчас очень хорошую волну. Такого не хайпа, а именно камбэка. Словили Стронквайлды. Но и сейчас эту волну им надо постараться успеть. Это прям первая задача, первая очередь, задача команды Иксфреш. Ну и вот, раунд еще один проигрывается. Это 7-6. Ровно один раунд отставания. Но пауза будет. В любом случае, либо сейчас, либо в следующем раунде, если сравняются Иксфреши. Но поехали смотреть. Не знаю, мне кажется, сейчас Иксфрешам, наоборот, надо осесть на своих позициях. Они аркадят, они пропускают своего соперника. Они позволяют ставить там фугасы, занимать бомб-сайты, заходить за спины. Все, что угодно. Делайте, парни. Как бы мы здесь ни на что не претендуем. Полетели хаешки. Сразу же на коннектор. Фитоняка сгоняет. Но сейчас вроде занимают более-менее дефолтные позиции Иксфреши. И будут с этих позиций принимать своих соперников. Но пока что здесь команда Strong Wild раз не встретилась с агрессивным и быстрым темпом игры со стороны соперника. Она понимает, что сейчас соперник стоит. И они тоже начинают действовать более аккуратно. И вот GSK решил все-таки пропушить боковую. Быстренько там закрыл своего оппонента. ATL проходит уже подшорт. Ставит хэдшот по GSK. А это, товарищи, мои дорогие, камбэк. Ну, я не знаю. Ладно, Максим, я тебя сам подведу к этому. Что я говорил? Что я говорил? Какая-то половина предрекающая. Что? 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 Что будет? А про паузу я что говорил? А, о, а, э, э. То-то же. А, э, э, э. Довольный, довольный. Я просто доволен, что я верно ответил в двух случаях. Не ответил, а, так скажем, предсказал, что после этого раунда будет пауза. И перед началом второй половины я сказал, что здесь такая... Ну, половина предрекающая больше камбэк команду Strongwell. Нежели качать номинацию. Там 7-7, там 8-8. А там уже допов не будет. Если я еще насчет допов угадаю, ой, я не знаю. Можно смело идти в бассейн после этой катки. А я пойду. Казино пора тебе, Герман. Не, мне пора в бассейн. И мне вот в азартные игры, мне серьезно, у меня вот бабушка. Вот серьезно, вот она, не знаю. Знаешь, раньше такие были автоматы, она называла пятюнчики. То есть по 5 рублей закидываешь. И вот, и там у тебя идет, допустим, 5 рублей закинул комбинация. И у тебя, допустим, 3 числа должны совпасть. То есть комбинация чисел. И она как-то раз, ну, она там с бабульками частенько ходила. Ведь автоматы это еще, на самом деле, ну, начало двухтысячных. А просто мелкий с ней ходил, я помню. Это прекрасно. И она такая, ну, пятюнчик закинет, там пара пятюнчиков берет с собой. Она там уносила по 20, по 30 тысяч рублей. На тот момент, начало двухтысячных. И там просто с ней бабульки с всего района. Типа, знаешь, это, которые сейчас сидят возле там подъезда, говорят, ну, наркоман походу. А сейчас, ну, только тогда они вместе все ходили по рынку. И эти грабили автомат. Ну, грабили, конечно, в кавычках. Потому что они просто там снимали куш. И, я не знаю, бабуля у меня в этом плане везучая была. И я, я вообще решу то полное. Я просто дырка в этих игровых автоматах. И тем более вот во всяких этих. На ставках, не ставках. То есть, знаешь, я могу советовать, что надо делать. То есть, да, я могу говорить, ставь на эту. Когда я ставлю, я всегда проигрываю. Это самый прям это. Ну, я тебе говорил, я там один раз там с 200 рублей за пару часов поднял 4 или 5 тысяч. Все, я потом решил, а, ну, ладно, давай удвоим ставочку. И улетела столовочка. Просто улетанга в Янегу ванганга. Так что, 7-7. Смотрим продолжение. Так, ну что, кто выйдет сейчас у нас вперед? Кто возьмет этот один заветный раунд преимущества? Ну, смогли разогнаться игроки команды Strongwell. Смогли разозлиться. Но сейчас команде X-Fresh. Главное понять, как контрить эту агрессию. Как контрить эту злость со стороны соперника. Пока что все дефолтно. Ничего не меняется. Все занимают свои позиции. Но, опять же, аркада от GSG на мидл. У нас имеется. Даниэль зачехает его. Да, есть информация. Но, также, аркада была от Ёлки. Неплохой минус. И здесь же размен от ATL. Надо продолжать зажимать именно позиции Аплэнта. И ATL 1. Он просто 1. Он пробирается под Фитоняка. Но Фитоняк оказался сильнее. И 3 в 4 ситуация. Но Фитоняк очень битый. Буквально 1 хп у него остается. И здесь же Куза пытается отыгрывать с Аплэнта. Но Фитоняк принимает решение уйти на мид. Вот Кузе вообще нельзя было погибать. Да, хорошо, что он там нарейдил одного игрока. Но, тем не менее, тут Фитоняк бегает с одним хп. Да, с JLSK, с Грантом, фуловый. Но здесь просто на размен. Также могут выйти ребята из команды Стронгвэнта. Смотри, они под коннектор. Да, но это Аплэнт, скорее всего, будет делаться. Кайл лишний раз прочекает спину. Коллапс, наверное, пойдет под коннектор. Но я, честно говоря, коллапс под коннектором вообще не представляю. Но и мы его не увидим. Это перетяжка под Б, судя по всему. Но и там же будет принимать GSK. Фитоняк-то идет за ними. А Стронгвэнт сейчас как раз-таки через длину может пройти и спокойно ставить Аплэнт. Тоже за ними. Да, 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 да. Но сейчас как раз-таки Фитоняк, мне кажется, здесь будет очень и очень неприятным сюрпризом. А там еще если второго бы увидел, и второго бы забрал, но здесь уже GSK подсаппортил. И Фитоняк один на коннекторе здесь против Стронда. Но Стронда его, в принципе, должен закрывать. В принципе, я думаю, его слышал. Но нет. Фитоняк. Молодец. 8-7 польза команды X-Fresh. Но разыграли здесь неплохо. Так будет или не будет? Не будет, я же сказал. Ну ладно. Поехали смотреть Стронгвэнт на боковую, Аркада. Но тут Ёлка сразу же понимает, что здесь его просто так не пропустят. Надо отходить назад, он дает об этом информацию. ATL уже находится под мобзайтом. Пошла перестрелка против GSK. Находит первый минус. Ёлка пока что здесь закрывается. Что вообще происходит? Потому что его стрельба. Да ладно, Даниэль-то как мимо него проходит. Ёлка находит минус по ATL. Но далее его все-таки добивает Даниэль. И Куза остается один против четверых. Сотня холзбарон, но Куза здесь в принципе как на ладони. Но это соперник, а ты выходи с этих песков. Война! Тря-па-па-па-па-па! Здесь просто, слушай. Просто я не знаю. Здесь вообще нескончаемый холи вар какой-то был вообще под бэплентом у команд. И это 7... Нет, 8-8. Это 8-8. Нет, допов не будет. Ага. Поэтому кто выиграет сейчас раунд, тот и победит. Это точно. Это точно, ребята, я проверил Ну ладно, посмотрим выход под коннектор Сразу же от ATL Грант здесь тоже уже потерпел У меня не в калсбаре, ATL вылетает, забирает первого Дэниэль, правда, тоже Грант неплохо так размонсил А ATL на песках, опять же, Грант тоже закрыл Там JSK спиной, спиной И вот к нему как раз-таки спиной тоже повернулся ATL, JSK делает даблкил Коллапс вдвоем со стомадом Но стомад на биту тем временем работает Уже наносит дэмэджа по Ёлке Но здесь от Кузы и Ёлки довольно неплохие Минус А, девятый раунд все-таки загорается для команды Ну что, твоя ставка 10-8? Да, да, да Ну, типа, здесь допов точно не будет, я как бы говорил То есть, ты понимаешь, я же великий прогнозист Ну хорошо, давай смотреть Как же сейчас игроки команды Стронгвелд отыграют И смогут ли они опровергнуть твои прогнозы Полетели хаешки сразу же на позиции Боковой, а JSK неплохой опенфраг Погибает ATL, фраг-лидер команды Стронгвелд, это неприятно, но Дэниэль Заходит за спину, оформляет здесь даблкил И Фитонех также отправляется на мидл Через пески JLSK будет играть Куза, уходит вместе С Фитом на мид Но пойдет ли он на шок или нет? Ой, Фитом зря открывается Ну и ситуация 4 в 2 на данный момент На карте, ну и Могут ли размансить Я уже чувствую улыбку на твоем лице Ну а знаешь, что говорил мой дед? Великий прогнозист тоже ошибаюсь Выкрутился, выкрутился Ну по сути здесь Даня заруинил вообще всю твою ставку Он квадрокилов Да, я видел, я видел, за ним смотрел все этот момент И каждый его сантиметр продвижения к BPL2 И каждый его минус Я думаю, ну что же ты делаешь? Ну остановись Ну а как же мои слова? Как же моя ставка? Ну это 9-9 допы Ну слушай, этот матч достоин допов Ну я честно говоря вообще здесь не ждал Матч после первой половины Точнее на первой половине По ее окончанию Здесь матч вообще не выглядел на доп Вообще Я не знаю, откуда там черпнули Вот эту вот силу в себе строквейлды Это конечно прям огромный для меня вопрос Но они большие молодцы А я небольшой Ну молодец, да? Две из трех ставки своих я отгадал Ну все, значит молодцы Но небольшой Тебе этого хватит, Герман Герман перестримил, но здесь да Здесь уже прям Ну 6 часов мы находимся на трансляции Евреи 5.38 Ютуб обманывать не будет Трансляция идет 6 часов, пишет 5.38 Все нормально Ладно, ладно Но тем не менее Шестой час пошел Так скажем Раз ты не хочешь 6 часов Ну и поехали смотреть Что же покажут у нас сейчас Игроки команды Икс Фрэш Они в принципе здесь Мне кажется Уже обуздены на своего соперника За то, что отдали Да и на себя тоже Разозлились То, что отдали один раунд Ну ты посмотри на ЭТЛ Ну что это за уверенность А где тиммейт И что вообще происходит сейчас ЭТЛ просто залетел здесь На уверенности На мужика Заходит под позиции Аплэнт Вэплэнта Точнее у нас калам Ставит фугас Но там еще и Джейскей находился Под плэнтом Но здесь как-то Фейлфест какой-то Начинается под бэсайтом Ликвидировал Ликвидировал Лилар Лавировал Лавировал Да не выловили Лил Джейскей нашел минус По нему есть инфа И плэнт ставится под альфой Так, ну что Кайл и Стомат вдвоем Два брата Акробата Один Кайл Другой Лопата Поехали Стомат и Кайл Джейскей против них Но здесь опять же Джейскей должен понимать Что время К сожалению Для него не резиновое Через 21 секунду Будет Тради да дебу И надо как-то быстро Искать фраги Но здесь никого нет Все, он понимает Что он на длине Наверное, как минимум Один точно есть Но второй, возможно, закрыт Ага Сел на дефьюз Ну и здесь, конечно же Его сразу забиваем Не-не-не-не-не Так не работает, Грант 10-9 В пользу команды Стронг Вайлд Смотрим дальше Да, там на чатике Был вопрос 10-9 То есть моя ставочка Не пройдет Нет, ребят Мы ставим на финальный Счет матча А матч еще не закончен Точнее, даже на финальный Счет карты Так что 10-9 Такой ставки Быть не мог Согласен Как имеется От ИТЛ На мидл Находят здесь минус По Фитоняку Но далее Разменивается Ой, и Аркада Через шорт Для GSK Была зря А там Ёлка-то один А Ёлка-то родовый Коллаб Сейчас под него Уже будет выходить И просто, по сути, при файре Наверное, надо сюда Под эти ищи вылетать Но там на КТ Уже Грант тоже выходит Стомат Закрывает Ёлку Грант-размен Грант-дабл Килл Ой-ой-ой-ой Грант-хорош А там уже Но мне кажется Здесь Кайло Попытается завернуть На пески Попытается сыграть Под Б-плейнт Но там на песках Находится GLSK Ай-яй-яй-яй-яй Неприятно Неприятно Здесь Кайло Нарейдили его По нему есть информация Но и Куза Идет на добивание Но, кстати Ликвидировал Кузу Но вот с поля зрения GLSK С крыса не успел И все-таки Десятый раунд Также для себя Забирает Икс-фреш Последний раунд Первой половины Дээ Катка здесь Конечно Вообще лютая У нас получается Ну и давайте смотреть ЭТЛ Вот ЭТЛ Да, очень много Именно соло-выходов От него Зачастую они работают Зачастую не работают То есть такое Если повезет То ЭТЛ убивает Не повезет ЭТЛ не убивает Но больше Наверное Все-таки фрагов Он сделал Нежели отдал Своим соперникам Ну и вот В очередной раз Отдается Фитоняхи Хорошая хаешка Под фита 15 хп Остается Ну и Кайл По сути должен С ним здесь разбираться Оооо Больно Больно было Но сейчас Стронгвайлды Все равно имеют Все шансы За то Чтобы уцепиться За эту карту Они зашли Под Б плейн Там правда GSK уже находится В секретруме 10 хп у которого И он ликвидирует Стомада Пытается здесь Еще стреляться Как-то коллапс Но елка подтягивается Его не прощает 11-10 Заканчивается Первая половина Первой серии допов Ну и теперь На смене сторон Икс фреш Предстоит Просто показать Тот же самый Уровень Игры и стрельбы Что они показывали На первой половине Если же здесь Опять зазеваются Моргнут То команда Стронгвайлд Либо Забирает Три раунда В ряд Либо Будут еще одни допы А ты сам Как думаешь Будет еще Одни допы Или нет Думаю нет Должны Дожимать Уже кто-то Из этих ребят Но Здесь такие качели Просто идут Среди команд Они вот знаешь Они завладеют Преимуществом И все И такое ощущение То что они Отключаются от игры И начинаются фейлы И это же И у ИС Вайлдов И это же И у Икс Фреши Есть Поэтому я ни на кого Из них не буду ставить Ну и не ставь Я просто ставлю То что не будет Еще одной серии допов Ну ладно Посмотрим Прав ты или нет Товарищ Максим Ну а в это время Команда Икс Фреш Будет сейчас Потихонечку И плавно Двигаться в сторону Аплента Я так понимаю Фитонях У нас наверное Под коннектором Вместе с ЖСКМДСК Вообще хорошо Вписался Как я вижу В коллектив От ЭТЛ аркада А здесь его сейчас Фитонях То можно так-то и накрыть А ЭТЛ это пропустили Ай-яй-яй Ай-яй-яй-яй Будет сейчас очень больно Кому-то из команды Икс Фреш Кому-то Достанется по голове Если кто-то Дропнется на этот Мидл Где уже ЭТЛ Такое знаешь Как акула такая Поджидает Поджидает Давайте Давайте Идите сюда Ко мне детишки Прыгайте Прыгай Нет Никто не хочет Прыгать Вот пошел Как он ждет Долго Сейчас Он даже второго слышит Да Здорово Есть первый минус Есть второй ЭТЛ Коварный парень Дабл килл у нас Минс И здесь уже Игроки команды Strongwell Просто пошли в разнос Своего соперника Даниэля есть минус Да и Жаколав снимает Голубу Кузы И ХАЕшка От ЭТЛа Превосходная По джесски Триппл килл В его исполнении И сравнивают Четы с Вэлдом 11-11 Как говорится Так говорится Ну что Поехали 22 раунда позади 23-й У нас прямо сейчас И Даниэль Пойдет опять Пушить длино Даниэль Неужели тебя Жизнь ничему не учит Вроде нормально Так ну что Давайте выход вроде Пока что никуда Конкретно выхода Нет от команды Истраж Вот я вижу ЭТЛ аркаду На боковую Но ЭТЛ Мне кажется Это синоним Слово аркада Потому что парень Постоянно где-то Вот прибывает На неродных точках Да не на стандартных А постоянно где-то Поджимает Что-то пытается Какой-то движ Навести И вот Наводит Голову Ёлки 5 в 4 Но там Даниэль Опять же Очень агрессивно В смоках Играл на Коннекторе И его здесь Не нашли Это его счастье Он уходит На сейф Ланга Неплохой минус От него И ЭТЛ И ЭТЛ И ЭТЛ И ЭТЛ И ЭТЛ Вдвоем Против четверых ЭТЛ Ликвидирует Уже ЭТЛ Ну и Грант Остался Один Навряд ли Здесь его Вообще Куда-либо Выпустят Там уже Аркад Коннектор Имеется От Даниэля Ну и Даниэль Его просто Дожимает Раунд Истины Будут ли сейчас Игроки Команды Стронгвайлд Грант Финалистами Или же Все-таки Здесь Еще одна Серия допов Ну видимо У него сейчас Летит Команды Я думаю Ему все Простит Все простит Он уже Под Т-спаун Вылетает Что делает Что Ого Да ладно Ну какая Наглость Это конечно Прямо сверх Надо наказывать Ну там знаешь На эйфории Полетели Но здесь Эксфрэши Должны забирать В любом Это трал Есть минус От коллапса Ёлка Пойдет Не надо Ёлка Куда идешь Сиди Сиди Куда выходишь 37 хп у тебя О май Гуднес Здесь выход Подшор Неплохой Минус От Фитоняхи Это в 2 в 3 Есть минус От Дэниэля Кайл И Дэниэль Вдвоем Фитонях там играет Хорошо Вместе с Джейс Кейм Это еще одна серия Допов Ого Поехали 12 12 Но что-то Как-то по допам У нас с тобой Ставочки Вообще не залетают Ну Видимо Мы с тобой Не такие продвинутые Чтобы прям Так далеко смотреть Так Ну теперь Смена сторонная С Уайлды Будут играть Опять же В атаке Икс Фрэш В обороне Ну вот С Уайлдом Надо немножко Прибавить Как мне кажется В атаке Потому что Атака была Действительно слабая Оборона посильнее Выглядела Ну там Два раунда Соперника Ближайших Ближайших на радаре Это коллапсы С том Я не знаю Будет там Саппорт Нет Саппорта Никакого не будет Там Фитонях Попытался К нему Пробраться Через Мост Но Ситуация Для него Была там Плачевная Потому что Кайл Во все орудовал И Кайл Проходит И у Джейскей Теперь вообще Габлаки Какие-то По ситуации На Б планту Три игрока Здесь Первого Находит Неужели Второго Найдет И второго Находит Ну просто Браво Но там Кайл Разменялся Он будет Ставить Фугас Но Один В два Да В станях Конечно Битый Но Тем не менее Для него Это будет Все равно Довольно Тяжело Он принимает Решение Остаться Под бомсайтом Опять же Занимает Позиции Упора На данный Момент И соперники Вдвоем Пойдут Через Шорт В принципе Для Кайла Это может быть Как раз Таким Подарочком Зажал Всех И В тушу Перестрелял Все Замечательно Вылетает Первый И второй Ну Максим Включился Тогда Когда Команда В нем Здесь Нуждалась И Дарит Тринадцатый Раунд Двадцать пять Раундов позади Еще раз Всем здравствуйте Доброй ночи Дорогие друзья У нас уже Без десяти двенадцать Ну и Можно досчитать Что мы уже Шесть часов В И Ну и Опять же Ёлка Здесь должен Понимать Что его Быстро Сейчас Скорее всего Будут Пушить Есть информация И по Джейнс Кейт Просто Туда Прифайер Лупится И Ёлка Размен По Блэнт По Бэплэнту Есть Ну и В это В это Время Дэнни Скайлом Наход Чупа Минус Там Самая последняя Ёлка На Бэплэнту Остается Ну и Вот Теперь Для Куза Раунд Один С три Но Куза Будет Открываться Далее Через Позиции Песков Сотня Холсбарова Этого Парня В секретру Микайл Находится Даниэль С лажками В упоре Так что Здесь Будет Обречен Есть Два Раунда Подряд Со стороны Команды Стронг Вэлт Но И Сейчас Могут Замокнуться Так же И на Троечку Но В принципе У них Уже Было Подобное Преимущество Но Как Продолжат Пока Что Неизвестно Ну давайте Смотреть Что у нас По этому Раунду Так Фита Будет Принимать Аркаду На Коннектор Есть Первый Минус От него Потерял Совсем Немного ХП Но Это Простительно Тем более Закрыл Одного Из Таких Прям Жестких Уашкеров Команды Свайл Его закрывает Моментально JLSK Я думаю Здесь должен ждать Команды Ни в коем случае Ему одному Пушить не надо Да он Идет в сейф И Будет Выбивание 3 в 3 На поставленной Бомбе Ну вот Фитонях Открывается Один Не понимаю Почему Именно так Но тем не менее Он находит Минус по Даниэлю И фугас Уже установлен Кайл попытался Сыграть здесь На пиксель Да ладно Как его еще Тут простили Непонятно Но тем не менее От коллапса Есть минус JLSK Разменивается И Кайл Успел зайти Но попытался На нежданчике Сыграть в окно Но Здесь кузов Все таки Оказался сильнее Третий раунд Также для себя Не смогли Дожать игроки Команды Стронгвайлд 2-1 Заканчивается Первая половина Второй серии Допов Ну и теперь На смене сторон В обороне Предстоит Забрать двоечку Ну вот Сейчас и посмотрим Заберут ли двойку Команды Свайлд Или же Все таки Эксфреш Здесь так же Не дадут Замечательным допом Закончиться А возможно Они в принципе И 3 раунда подряд Заберут Что позволит Команды Стронгвайлд Выиграть Ну будем Сейчас наблюдательно Внимательно За этим наблюдать Наблюдательно Будем наблюдать Конечно же Ну JLSK Фита Все Все 14 13 СВ 30 30 Пишет ATL Ну да Такое ощущение Что здесь Прямо уже Парни Сыграли Несколько Подряд Матчей Ну не тоже Матчей Именно Топов Вот Вот так вот Будет правильно Ну и посмотрим Как же сейчас Ответят Надо поднажать Надо уже просто Выжимать из себя Последние силы Командам Либо команде Иксфреш Три Раунда в ряд Либо команде Стронгвайлд И еще двоечку Но посмотрим Как это играют Каешки под коннектор Здесь же ИДЛ Опять же В Аркаде Почему он так быстро Играет Он просто не видит Гранаты От елки Имеется Опенфрак Ну и теперь Команди Надо размениваться А там выход Сейчас уже По шарту Будет от двух Уашек Ооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооо В соло, да ладно, ну Кайл, ну шо ты съел Я не знаю, пошел там протеиновый батончик Захавал такой перед еще одной серией допов И готов нестись, как ветер в поле Ну Куза поставил фугас Сейчас самое главное, чтобы этот фугас нельзя было разминировать Там где-нибудь из-за коробки И уходит на позиции длины А соперник тем временем подходит на мидл Ну и Куза здесь в принципе с длины может довольно неплохо нащелкать Но мне кажется, сейчас как только Стронквайлды зайдут в плейнт Они поймут, где находится соперник Ну и Кайл уже потихоньку идет на выбивание 56 кп остается у Кузы 27, но пикать здесь ему вообще ни в коем случае нельзя Но по-другому Вот подтягивается коллапс на дефьюз Ну и благо Куза Ну Кайл не дощел, безусловно Ну чисто Кайл, да На Кайлычих, я бы сказал на Изичих, но скажу на Кайлычих Да, это два матчпоинта для команды с Вайлд Ну что, ну они в принципе их тоже могут себе заруинить Вполне, вполне и было уже подобное Но мне кажется, сейчас просто Макс ударит кулаком по слову Сказать, все сидеть, просто ждать Вот на Даниэль это походу не распространяется Пошел пушить, минус Даниэль И сможет ли в очередной раз команда Стронг Вайлд в меньшинстве Глядь раундов Ну и коллапс находит очень важный минус на коннекторе Минус по JSK, вот JSK пока что откровенно говоря Игра не так хорошо идет, как хотелось бы Но Куза в это время закрывает Коллапс под аплантом, по Кайлу есть информация Кайл битый, но он усмел Усмел, сумел дать фраг Да еще второй Ну и Кайл, я не знаю Этому человеку надо пойти успокоиться Проверить его надо, проверить его надо на доп На доп, как они, допинг На допы, на допы Все лучше, на допы его проверить надо, конечно же Ну и для Гранта очень важный раунд сейчас, конечно же Очень важный раунд Но он также для него и играбельный Ну это конечно мы с тобой знаем То, что да, Хелосбар двух игроков Стронг Вайлд Оставляет желать лучшего Но тем не менее Грант, если сейчас зайдет в плейнт Поставит этот фугас Он может спокойно отыграть там слонга Да, на отстрел Возможно даже обмануть соперника Если он поставит бомбу под длину В основном читают по бомбе Да, вот как стоит бомба Определяют местонахождение соперника Стоит она под длину, все понятно Значит надо идти чекать длину Поэтому здесь порой Игроки начинают уже потихоньку прибегать Именно к такой хитрости Поставил бомбу и бегом-бегом-бегом-бегом Обходить, чтобы обойти с другой позиции Откуда его явно не ждут Но GLSK выходит через коннектор Но здесь навряд ли его будет кто-либо контрить Да, Кайл просто на песках сидит Он и будет ближайшим игроком Да, на выбивании Ну и GLSK ничего не остается Кроме как ставить бомбу Неужели пойдет по длину Ну я не знаю, бомба здесь стоит Конечно тоже не самая хорошая Но Гран принимает решение сыграть в упоре на машине Ой, а там трое О, если сейчас три головы залетит Ой, мамочки Родная Ну нет, нет Томат ставит жирную точку Ну и здесь команда Strong Wild выходит в финал И будет бороться с командой Five Element за звание чемпиона именно второго тура Спасибо за игру Да, действительно Классно все было Не только у А делают игру Я согласен Я согласен Как Аугер, я скажу Да, это так Да, это так Ну ладно Ребят Спасибо, что вы были с нами А мы подводим итоги ставок Не было такой ставки Так что код в чат без последней цифры Еще плюсом у нас ключи Дорогие друзья Я буду подводить итоги конкурса репостов В группе Point Blank Еспорт офшоу паблик Так что после этой трансляции Можете заходить и чекать Так Напоминаю, ребят, что завтра у нас Понедельник и вторник выходные Трансляций не будет Поэтому, ребятушки Мы с вами прощаемся практически до среды Не практически, а до среды И в среду мы, кстати, как раз только увидим Гранд-финал S-Wild против команды Five Elements